Анна Ставицкая одна из самых известных российских адвокатов. Ну, послушайте, дело Политковской, дело историка Игоря Сутягина, объединенного в государственной измене, дело физика Валентина Данилова и много еще других громких и интереснейших дел. Вообще, мне кажется, жизнь Анны Ставицкой похожа на жизнь в хорошем голливудском судебном кино. Анна, добрый вечер. Как ты живешь в этом своем кино? Ну, вообще, конечно, жизнь российского адвоката, она действительно очень интересна, и у нас много всего происходит такого, о чем, в принципе, необходимо снимать фильмы или писать книги. Возможно, на пенсии я этим займусь. Но до пенсии еще далеко. Очень любопытно ты рассказывала о процессе влияния каких-то совершенно посторонних лиц на присяжных в судебном процессе. Как это происходит? Я участвовала в нескольких делах, связанных с присяжными, и в каждом деле присяжные мне рассказывали о давлении, которое на них было оказано. Ну, конечно, самые такие вопиющие два дела – это дело в отношении как раз Игоря Сутягина, о котором ты сказал, и которого обвиняли в государственной измене в форме шпионажа, и в отношении предпринимателя Сергея Зеринова. Я тогда кратко расскажу, что нам удалось установить в этих делах. В деле Игоря Сутягина было два судебных процесса. Первый судебный процесс закончился тем, что коллеги присяжных распустили. И Зоя Светова, журналист, она встретилась с этими присяжными, которые ей рассказали, что с их точки зрения их распустили, потому что они очень активно в своей совещательной комнате обсуждали, что Сутягин совершенно невиновен. Был заменен председатель, председательствующий по делу, и коллеги распустили, и мы пришли заново выбирать коллеги. И тут мы такие очень были удивлены, потому что обычно, ну, как многие знают, в кандидаты присяжные приходят больше женщины, пенсионеры, и, ну, как бы люди, которые уже, в принципе, не работают, потому что они имеют возможность длительный промежуток времени находиться в суде. А тут мы приходим, и что же мы видим? Практически все молодые мужчины и практически все предприниматели. И впоследствии нам стало известно, совершенно случайно, одному из адвокатов по нашему делу позвонили и сказали, что «А у вас в коллегии-то был товарищ, который раньше служил в службе внешней разведки». И более того, он прославился тем, что, служа в этой самой внешней разведке, он вербовал премьер-министра Польши Алексу. То есть это не просто какой-то рядовой сотрудник СВР, а это самое, что ни на есть, такой серьезный товарищ. Сидел в коллегии, и в итоге Сутягин был признан виновным, единогласно, к сожалению. Когда старшина зачитывала вердикт, она даже плакала. Субтитры создавал DimaTorzok Дело физика Данилова, оно тоже очень примечательно присяжными. Там было тоже два процесса. В первом процессе Данилов был оправдан присяжными. Верховный суд, как вводится, оправдательный приговор отменил. И уже во втором процессе тоже как-то случайно среди кандидатов в присяжные оказалось восемь человек, которые имели допуск к государственной тайне. И Данилов уже был признан виновным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я бы сказала так, что подобное давление, оно характерно для дел известных, которые так или иначе получили резонанс. Ты участвуешь и участвовала во многих значимых политических процессах. Например, вот процесс по делу убитой журналистки Анны Политковской. И сейчас ты адвокат семьи Политковской. Кто платит за участие известного адвоката в политических таких процессах? По делу Политковской мне платили ее дети. Такую символическую сумму. Я просто считала для себя необходимым участвовать в этом процессе. И для меня совершенно неважно, будет мне заплачен гонорар или нет. Несмотря на то, что дело длилось очень долго, но я могла себе позволить участвовать в нем практически бесплатно. А в некоторых процессах, в которых я участвую, как ты говоришь, политических, вообще никто не платит. И адвокаты участвуют совершенно бесплатно. Видимо, такое дело Константина Котова, политического активиста. Мне очень понравилось. Ты участвовала тоже, была одним из адвокатов в деле Константина Котова. И вы получили гонорар 212 рублей 10 копеек. Его обвиняли по статье 212.1, то есть прим. И это как раз размер гонорара. Да, это так действительно было. Маша Эйсмонт, которая является главным адвокатом Константина Котова, она придумала, если можно сказать, такой адвокатский перформанс. Мы действительно участвовали в этом деле и действительно получили именно такой гонорар. И нас было 12 именно для того, чтобы мы как бы, как вот статья 212, 12 адвокатов, просто 212 это уже был бы перебор, а 12 в самый раз. Одно из первых твоих дел – дело о защите российских летчиков в Калькутте, которых обвиняли в Индии за то, что они провозили оружие, собирались свергнуть, объявили войну Индии? Да, их обвиняли в ведении войны против Индии, да, в перевозке оружия, и им грозил очень серьезный срок. Я там не то что защищала их, я была наблюдателем за этим процессом, и я там провела где-то в общей сложности 3 месяца. Вообще интересно было посмотреть на индийское правосудие, интересно просто все. И сам суд, это был Верховный суд штата Западной Бенгалии, и вот эти индусы, они очень любят жевать бетель. И они вот жуют этот бетель и плюют прямо в этом суде, где-то там в углы суда, и поэтому все эти углы суда заплеваны красным этим бетелем. Там, например, идешь мимо туалета, пардон, и там как бы совершенно он открыт, и всякие там судьи отправляют естественные надобности. Ну и вообще там, это просто как ты находишься, как в Алисе в стране чудес. Это даже еще чудеснее, чем наши суды, так скажем. Все-таки бывает еще что-то более экзотичное, чем наши суды. А какое твое любимое дело? С юридической точки зрения и с точки зрения адвоката, мечта для адвоката, это дело предпринимателя Сергея Зеринова, потому что это дело интересно было всем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, то есть ФСБ, просто я помню дело Зеринова, там ФСБ просто было вот во всем. Но в деле Зеринова и ФСБ, оно просто было везде. И, возможно, эти люди, которые приходили к присяжным перед вердиктом, тоже были представителями ФСБ. К сожалению, Верховный суд не стал в этом разбираться, хотя должен был. И совершенно нормально наши вышестоящие инстанции считают, что от чего-то такого-то, ничего страшного. А ты веришь в правосудие? Ну, для меня это очень такой сложный вопрос. Я поняла, что все мои знания, которые я получила в институте, мои представления, они особенно-то никому и не нужны. И что с правосудием у нас не так, чтобы было все хорошо. Поэтому, если говорить о том, что верю ли я в правосудие именно наше российское, особенно сейчас, проработав адвокатом уже 22 года, наверное, я в него не верю. Но я просто считаю, что если мы будем и дальше бороться и делать все, что от нас зависит, то, возможно, когда-то все-таки будет такое время, когда и ты, и я, мы скажем, что да, мы верим в наше правосудие. И я считаю, что да, мы постепенно, возможно, перевернем все то, что сейчас имеется. Пусть не мы, пусть другая женщина. Например, Генгема. Генгема устроила ураган и унесла Владимира Владимировича Путина к лучшей жизни, в страну ОСС. И у нас досрочные выборы, и побеждает Иванов Иван Иванович. Хороший человек, который говорит, дорогая Анна Ставицкая, я слыхал, что вы отличный адвокат и хорошо разбираетесь в судебной системе. Вот вам три дня для того, чтобы перевернуть мир. Что нужно, прежде всего, сделать для судебной системы? Вот давай реформируем сейчас. Я, наверное, бы сделала так. Если нашим судям разрешить действовать по закону, не так, как вот именно в этом законе написано, и сказать, что вы действительно обладаете независимостью, которая не на бумаге, а на самом деле, то, скорее всего, вот эти судьи, они не такие уж все и глупые люди. Они уже изголодавшись по тому, что можно все-таки действовать реально по закону, возможно, по этому закону и начнут действовать. То есть судьи действуют не по закону, а пока по понятиям. Ну, как некоторые адвокаты говорят, что у суда и у адвокатов разные уголовно-процессуальные кодексы. Возможно, они действуют по закону, но по какому-то своему, скажем так, нам неведомому. То есть в этой цыганской делиме, что будем делать с этими чумазыми детьми, этих помоем или новых нарожаем, ты все-таки, чтобы помыть имеющихся? Ну, я просто исхожу из реального положения дел. Просто за три дня набрать, как ты вот поставила условие, набрать новых, это практически нереально. Кроме того, не каждый вообще юрист захочет стать судьей. Из-за того, что у нас обвинительный уклон правосудия, и судьи об этом знают, то они все-таки побаиваются выносить оправдательные приговоры, даже несмотря на то, что понимают, что именно в данном случае такой приговор необходимо вынести, потому что отсутствует доказательство вины человека. Но они просто боятся, что завтра они потеряют это место. Почему они этого боятся, для меня загадка. Я не понимаю, что это за такое место, за которое нужно настолько сильно держаться и забывать о своей чести, достоинстве и, что называется, деловой репутации. В принципе, работа судьи, если говорить не о нашем правосудии, то это, безусловно, мною очень уважаемая профессия. И во многих странах это вершина, что называется, юридической карьеры. Знаешь, учителям обычно желают побольше хороших, талантливых учеников. Не знаю, водителям можно пожелать побольше интересных поездок, журналисту побольше хороших статей и так далее. А вот, например, врачам, чего желать, докторам? Побольше больных? Как-то странно. А в этом плане очень адвокаты похожи с врачами. Только врач сражается за человека со смертью, а адвокат сражается за право человека. И судья здесь, в общем, выполняет роль смерти, а прокурор – болезни. Что пожелать адвокату? Побольше чего? Конечно же, любому адвокату все желают богатых клиентов и побольше оправдательных приговоров. Но для меня очень важно именно побольше оправдательных приговоров. Хотя богатые клиенты тоже никто не отменял. Слушай, а ты защищала когда-нибудь действительно виновного человека? Ну, вот у меня просто по поводу вот этого вопроса есть такой вот ответ. У меня в самом начале моей карьеры был мальчик, которого обвиняли в том, что он совершил разбойное нападение на другого мальчика в составе группы. Они там у него отняли мобильный телефон. Но это была такая очень история, ну, совершенно банальная. Они там как-то поссорились, и кто-то там забрал этот мобильный телефон. Но так как там рядом еще стояло несколько мальчиков, то всех вот мальчиков, которые рядом стояли и не участвовали, и которые участвовали, их всех загребли и обвинили в совершении вот этого преступления. Это был грабеж. И вот мне как раз папа этого мальчика, у которого вот эти вот статьи, в чем его обвиняли, они не умещались на одной строке. То есть они там перечислялись на нескольких строках. И он мне вот как раз и спрашивает так доверительно. А вот вы, Анна, а как же вы можете защищать людей? Ведь это же преступники. Ведь очень много людей, которые действительно совершили преступление, они виновны. Я говорю, а давайте мы откроем вот обвинение вашего сына и посмотрим, в каких статьях он обвиняется. А давайте теперь вспомним, какие действия лично он совершил, и считаете ли вы это вот каким-то серьезным преступлением, которое достойно того, чтобы вот эти статьи были перечислены на нескольких строках. И он такой очень призадумался и говорит, да, вы правы. То есть, понимаешь, виновность – это тоже очень такое относительное понятие. Бывает такое, что человек вроде как и совершил какие-то действия, но ему приписывают совершенно как-то другие действия, которые никак не совместимы с тем, что он действительно сделал. И да, в самом начале моей карьеры были такие люди, которые действительно что-то совершали, но обвинялись в более тяжких преступлениях. И мне приходилось доказывать, что он хоть что-то и совершил, но не такое серьезное преступление. Но больше, я считаю, мне это так повезло, и я защищала невиновных. Хотя многие адвокаты считают, что невиновных защищать гораздо сложнее. Но это действительно так, потому что сложнее с точки зрения доказывания своей позиции. А с точки зрения внутреннего удовлетворения его защищать легко и приятно. Мне очень повезло, и практически каждый мой подзащитный – это потрясающий человек, которого было очень приятно защищать. Анна Ставицкая – одна из самых эффективных российских адвокатов с оправдательными приговорами. Такое у нас тоже бывает, если биться до конца. И особенно, если вы невиновны. Но это будет сложнее. Продолжение следует...